ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К настоящему времени всем уже ясно, что спрос на расизм в Соединённых Штатах значительно превышает предложение. У нас кризис нехватки расизма, надо нарастить производство. Что и происходит. Вот последний пример. Волейболистка из университета Дьюка заявила, что её обзывали расистскими словами каждый раз, когда она подавала мяч, что было бы ужасно, будь это правдой. Это случилось во время недавней игры против университета Брига Маянга. Но если присмотреться к деталям, история совсем не складывается, и, что важно, нет видеозаписей, подтверждающих это. Но СМИ это не смутило. Журналисты не стали проверять эту историю. Они просто придали громкости обвинениям. Волейболистка университета Дьюка высказалась после того, как она и чернокожие товарищи по команде слышали в свой адрес российские оскорбления и угрозы на матче. Волейбольный матч между командами Дьюка и университета Брига Маянга был омрачен, когда одного из игроков Дьюка осыпали расистскими оскорблениями. Расистские оскорбления прозвучали в адрес игрока университета Дьюка во время матча. Дело не только в отвратительных расистских нападках, которым подверглись Рэйчел Ричардсон и другие афроамериканские волейболистки. Рэйчел сказала, что её не только называли словом на букву «Н» каждый раз, когда она подавала во время игры против Биуайю. Ей угрожали, и она сказала, что чувствовала себя небезопасно в переполненном зале. Итак, в СМИ широко осветили это заявление, но никто не стал изучать детали, потому что они, по-видимому, не считают себя новостными организациями. Можно просто повторить чё-то заявление, разрушить жизни тех, кого обвинили, и затем перейти к следующей фейковой истории. Но в Биуайю решили в одиночку расследовать ситуацию, потому что это случилось у них на кампусе. В поисках истины они опросили более 50 свидетелей. Вывод, к которому они пришли, нет никаких доказательств, что это вообще произошло. Так в чём же дело? Вам не кажется, что мы уже видели такое несколько десятков раз? Джейсон Уитлок, ведущий программы «Бесстрашные», он присоединяется к нам, чтобы объяснить, что происходит. Знаешь, у меня такое чувство, что я уже насмотрелся такого кино. Я чувствую, что такие сюжеты пробуждают в людях ненависть. И мне интересно, почему это повторяется раз за разом. Что ты думаешь? Да, и я об этом много чего думаю. И, Такер, эта история была полной бессмыслицей с самого начала. Было очевидно, что крёстная мать этой молодой женщины с её собственным расистским прошлым в социальных сетях придумала и раскрутила этот сюжет. А что до СМИ, которые ухватились за это? Причина, по которой они это делают, почему они цепляются за эти фейковые проявления расизма, в том, что они не хотят освещать настоящий расизм, расизм против чернокожих, который они сами плодят без конца. Если вы понимаете историю чернокожих американцев в этой стране, если у вас есть хотя бы поверхностное понимание, иметь политическую партию, которая, по сути, проповедует чернокожим, вы должны отказаться от своей религиозной веры ради служения демократической партии, вы должны присоединиться к каждому сатанинскому движению, аборты, убейте ребёнка в утробе, сделайте ребёнка трансгендером, искалечьте его физически, отрежьте грудь, отрежьте пенис. Вы должны принимать участие во всём этом. Откажитесь полностью от своей религиозной веры ради служения демократической партии. Если вы это понимаете, я говорю вам, чернокожие, нет ничего, что было бы большим расизмом, но они не хотят говорить об этом. Они хотят обсуждать свои выдуманные сценарии, в которых нет и не было играмма смысла. Этот волейбольный матч транслировался по телевидению, никто и звука не издал, никто не оглядывался на трибунах, никто не вёл себя так, как если бы кого-то осыпали расовыми оскорблениями. Это стало игрой в сломанный телефон между этой 19-летней девушкой и её крёстной. И СМИ просто раскрутили сюжет, в этом с самого начала не было ни грамма смысла. И я просто хочу сказать, это девушка, люди говорят о ней, ну зачем же ей лгать? А почему нет, если её поучала крёстная, а она у неё расистка? Для меня этот акер ничем не отличается от случая с Кэролин Брайант в 1955-м, в Миссисипи. Такого рода обвинения, беспочвенные обвинения, из-за этого тогда убили Эмитатила. А в Биуайю в этом недавно обвинили молодого человека с особыми потребностями. Без каких-либо доказательств, основываясь лишь на словах этой девушки, этой 19-летней девушки, её крёстной, которой там не было, и её отца, которого там не было. Они собрали толпу линчевателей и обвинили этого 19-летнего парня. Эти ребята не хотят покончить с расизмом, они хотят скрыть свой собственный расизм, а затем обвинять в расизме всех, кто им не нравится. И из-за этого все в Америке относятся друг к другу с подозрением, это разделяет людей, это порождает ненависть. Нет ничего хуже, и я ценю, что вы называете вещи своими именами. Джейсон, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.